Всемирный день борьбы с раком отметили 4 февраля, однако есть те, кто совершает этот подвиг ежедневно. Работа современных врачей требует не только самоотдачи и знаний в области медицины, им приходится работать на сложной технике. Какими возможностями обладает Рязанская область и можно ли в родном регионе вылечить рак, расскажем в этом выпуске. Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поразить любую часть организма. Секрет его лечения кроется в ранней диагностике. На первых этапах опухоль или метастазы не успевают поразить внутренние органы человека, а значит их можно безболезненно удалить. Подобными операциями занимаются в областном клиническом онкологическом диспансере – крупном медицинском учреждении Рязани. В нем 7 клинических и 4 диагностических отделения, 3 лаборатории, работают более 100 врачей, а также находится уникальное для региона оборудование. Диагностировать заболевания и обнаружить аномальные клетки, которые прорастают за пределы своих нормальных границ, помогает единственная в области гамма-камера, совмещенная с компьютерным томографом. При этом исследовании вводится радиоактивный препарат, который распределяется в организме и который показывает, как функционирует организм. Если есть какие-то изменения в виде сбоев в системе работы организма, каких-то функциональных сбоев, то все это хорошо видно. Аппарат уникален тем, что показывает состояние всего организма, а не конкретной области. Таким образом можно обнаружить следы рака даже в самых отдаленных частях тела. Диагностика тесно связана и с патолого-морфологическим отделением. Вы находитесь, скажем так, в одном из базовых отделений онкодиспансера, в котором ставятся диагнозы нашим больным, либо на долечебном этапе, то есть это биопсийный материал, получаемый из разных органов, либо уже операционный материал, это исследование удаленных органов и тканей. Без морфологического подтверждения не может быть начато никакое лечение в онкодиспансере, поскольку наносит агрессивный, порой калечащий характер. В 2010 году в рамках национальной программы онкодиспансер получил роботизированную систему для патоанатомии с наличием иммуногистохимии и возможностями архивирования материала. За сложным названием стоят четыре аппарата, которые стоят порядка 30 миллионов рублей. На двух из них проводят подготовку взятого материала к дальнейшим исследованиям. Вот сюда кладется ткани и он сам вот из этих вот реборт заливает в аппарат те жидкости, которые ему необходимы и через сутки он завершает свою работу. Либо если длинные выходные, мы можем спрогнозировать работу так, что он к понедельнику закончит свою работу. Этот аппарат немножко другого типа, он открытый, поэтому от него есть запах, он стоит под вентиляцией, но осуществляет он ту же самую работу. Кусочки ткани заливают парафином и передают лаборантам для микротонирования. Аппараты позволяют делать срезы толщиной до 1-2 микронов. Полученная пластина помещается в аппарат для окрашивания тканей. Ядра клеток опрашиваются в синий цвет, окружающая их цитоплазмная оболочка, красноватый-розоватый. Это два основных красителя, которые применяются в рутинной работе. Но при необходимости в эту программу можно добавить до 20 других окрасок, которые могут выявить в тканях слизь, наличие полисахаридов или еще каких-то веществ, если это необходимо. Раньше все эти действия делали вручную, однако добиться машинной точности человеку не удавалось. Расшифровкой полученных данных занимается лечащий врач. Если ему не хватает сведений или природа опухоли не ясна, то ее происхождение доказывают с помощью иммуногистохимических исследований. В аппарат Вентара вставляют стекло с парафиновым слоем и обрабатывают различными реагентами. У человека поражено несколько зон лимфатических узлов. То ли это первичное заболевание, то ли это метастаз. Соответственно, тактика в лечении совершенно разная, и это коренным образом влияет на судьбу больного. Либо, например, такие опухоли, как рак молочной железы, коих не менее 500 в год в Рязанской области берется на учет, протекают по-разному и имеют разные гормональные фоны и все остальное. Поэтому этим исследованием мы доказываем, что опухоль, например, чувствительна к гормонотерапии, либо не чувствительна к гормонотерапии. Наша служба на то и важна, чтобы правильно поставить диагноз и тем самым пустить лечащих врачей по правильному пути и вылечить больного в итоге. В борьбе с раком врачи используют лучевую терапию. Для определения интенсивности облучения необходимо тщательно отделить поврежденные органы от нормальных. В этом врачам помогает компьютерный томограф для разметки под лучевую терапию. Это термопластик, мы его разобреваем вот в этой ванной, потом он достаточно теплый, негорячий и довольно-таки мягкий и пластичный, пока надретый. Его накладывают на пациента, лепят по форме тела пациента, вот эти здесь уши, нос, в общем-то все. Пластик застывает, остается вот такой вот формы. Маска нужна для четкой фиксации пациента в пространстве, чтобы пучок радиации при каждом сеансе лечения попадал в одну и ту же область с точностью до миллиметра. Далее на компьютере специалисты делают 3D-модель исследуемой области и помечают различными цветами внутренние органы. На их основе рентгенологи рассчитывают траекторию движения луча. Опухоль может разваловаться в глубине тела и на пути проникновения, прохождения лечебного луча может попадать, где сердце, где мочевой пузырь, если там. Поэтому мы должны создать так, направить пучки облучения, чтобы обойти эти критические органы. Мы составляем планы в 3D, в объеме, поэтому мы все видим. Главной задачей становится составить карту таким образом, чтобы максимум дозы пришлось на опухоль и минимум на здоровые органы. При этом луч может менять свое направление и интенсивность в каждый момент времени. План лечения составляется под конкретный аппарат. Если опухоль находится в непосредственном доступе, например, на коже лица, то используют рентгенотерапевтический аппарат. Максимум у нас 90% изодозной кривой идет где-то 1,3-1,5 сантиметра. Для лечения гинекологических форм рака используют источник гамма-излучения. Специальные трубки вводят непосредственно в организм, как можно ближе к опухоли или метастазам. Их, в свою очередь, подключают к аппарату. С помощью этого аппарата вас нужно подвести высокие дозы именно в опухоль и оградить критические структуры, то есть критические органы, которые нормальные от переоблучения. В основе другого аппарата лежит кобальт. Он постоянно распадается и излучает гамма-частицы, которыми лечит пациентов. Практически все локализации мы здесь лечим на этом аппарате, то есть начиная от головы и шеи, внутренние органы, это заболевания молочных желез. Защитить здоровые ткани от воздействия помогают свинцовые пластины и клинья. Стоит отметить, что источников лечения злокачественных опухолей много, однако кобальт наиболее изучен и рентабелен. Самым современным аппаратом онкологического диспансера является линейный ускоритель электронов. Он вращается вокруг пациента на 360 градусов, что позволяет проводить лечение под любым углом. Высокая точность достигается и благодаря КТ. Когда мы укладываем пациента на стол, мы делаем КТ и сверяем все с снимочками, которые были сделаны у нас при разметке, при подготовке пациента. Если все совпадает, все на своих местах, мы начинаем лечение. Если есть какие-то отклонения, мы, соответственно, это проверяем, делаем соответствующие корректировки и, опять же, продолжаем лечение пациента. Особенность аппарата в том, что благодаря точечному воздействию он позволяет максимально исключить риск возникновения побочных эффектов, таких как вторичные опухоли и лучевые фиброзы. Стоит также отметить, что лучевая терапия – это агрессивное лечение и колоссальная нагрузка на ослабленный организм. Результаты лечения онкологических больных зависят не от использования высоких технологий, современных лекарств и прочее, а от раннего диагноза. Это основополагающая философия онкологической службы. То есть, чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на выздоровление. Для этого необходимо регулярно посещать врачей и проходить полное обследование. А чтобы предотвратить болезнь и снизить риск развития рака, вы можете ввести здоровый и активный образ жизни, есть побольше фруктов и овощей, отказаться от вредных привычек, особенно курения, а также следить за своим весом. С вами была программа «Объектив». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!